Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Сегодня опять будет влог, но я теперь сплю не одна. У меня появился мужчина! А вот и этот сладкий мужчина. Посмотрите на него. Он такой умный, он такой сладкий. Он уже не боится, и как хвостик ходит за мной. И в туалет ходит только в коробку. Как будто он понимает то, что я говорю. Я сказала писать только в коробке. Сегодня мы поедем и купим тебе это туалет нормальный и наполнитель. Ты будешь как король ходить в этот наполнитель, который будем постоянно менять тебе. Сладенький. Ненавижу, когда со мной происходят какие-то незапланированные казусы. Прям раздражает меня. Я села снимать видео, проверив свой микрофон, что он работает. Но в процессе того, как 20 минут я снимала для вас мукпанк, вдруг микрофон заглючил, батарейка села, и звук записался очень слабо. В принципе, можно опубликовать это видео, но мне кажется, для моего канала как-то это несерьезно. Как-то, ну не очень. Там слышно, еле слышно просто. И такое щипение. Поэтому я решила просто это видео удалить, а вы, к сожалению, утром не увидите мукпанка. Но влог продолжается. Мне нужно пойти купить лоточек и всякие прелести для вот этого вот золотца. Посмотрите, какой золотец. Он бегает за мной. Просто куда я иду, он тоже туда же мурлыкает. Буквально позавчера боялся меня, а сейчас от меня ни на шаг не отходит. Да, мой сладкий. Да, мой котеночек. Мой, мой самый лучший. Да, 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 да. Ходит в туалет, чисто в коробку. Я вам показывать эту коробку не буду, как-то не очень прилично. В общем, даже ночью сегодня проснулся и что-то там царапался, мяукал. Я смотрю, что он хочет залезть в коробку. У него это не получается. Я ему помогла. Он пошел туда пописел. Вот, поэтому никаких таких казусов в других местах он не делает. Очень чистоплотный. Да и вообще, мне кажется, котята, которых вы подбираете с улицы, они бывают безумно благодарны вам. И еще он ест очень-очень много. Такое ощущение, что он просто боится, что его выкинут на улицу. Поэтому я решила устроить диету, чтобы он не стал слишком жирным, так скажем. Поэтому я буду давать ему определенную дозу, которую нашла в интернете. Так что теперь на диету садимся. Ой, сладенький, сладенький. Еще у нас будет разнообразное меню. А еще из-за этого красавца пришлось сделать вот так вот. Потому что он играется за навесками и получаются вот такие вот затяжки. И тут я, ребятки, вспомнила, что надо составить список дел, которые я должна сделать. Обычно нормальные люди пишут это все в телефон. Но я использую дедовский метод. Ну все, я уже двигаюсь. На улицу мы выходим только в маске. И никак иначе. Если ты на улице ходишь без маски, тебя могут оштрафовать на 5 тысяч. Поэтому лишних 5 тысяч у меня нету. Поэтому я буду ходить в маске. Я вообще заметила, в прошлый раз мы когда с мамой на лифте спускались, там девочка была аж в двух масках и в перчатках. То есть люди боятся. Некоторые пишут, что Айка, ой, уже это позади. Всем уже надоело. Согласна с вами, но есть люди, которые действительно боятся заразиться и правильно делают. Нужно беречь себя. Так, телефон я продала. Окуталась так, как будто я в Сибири. На самом деле не холодно. Просто я привыкла к теплу, как мой котик. Продала телефон очень дешево. Но это лучше, чем он просто будет лежать дома. Потому что дома лежит он годами, а потом просто выбрасывается в мусорку. Лучше уж я его продам. И среди знакомых тоже есть, честно, некому отдать. И все хорошие телефоны. А он беспроблемный, на самом деле. Просто там памяти очень мало. Сначала была идея разыграть. Потом я подумала, кому нужен такой телефон. Все сейчас айфоны разыгрывают меня. Засмеют. Гляньте, что я нашла. Ёлочка. Причем хорошая, пушистая, но только маленькая. Всего метр пятьдесят. Стоит сорок два моната. И рядом-то эти небольшие ёлки. Каждая по семь монат. В принципе, нормально. Услышала слово распродажа. Не могу пройти мимо. Посмотрите, какая прелесть. А этот какой классный. Просто вау. Есть еще вот в такой фиолетовой расцветке. Но не бомба. Тут уже большие размеры. На меня это не пойдет. Но кое-что уже я взяла. А еще этот стакан мне понравился. Очень три моната пятьдесят копеек. Костюмчик на зиму. И такая хорошая расцветка. Купила, значит, себе белье. Дома покажу вам. Зашла вообще за другим. Но взяла, как всегда, для себя кое-что. Теперь идем в зоомагазин. Потому что уже обошла два зоомагазина. Оказывается, они закрыты. И в результате этого я иду в магазины, которые находятся поблизости. Там что-то вижу. Я обязательно покупаю. Дома покажу вам белье обязательно. То, что я взяла. По скидочке вообще чуть ли не даром. В качестве кошачьего туалета рассматриваю вот такие корзины. Есть чуть больше и чуть меньше. Короче, мой поход в зоомагазин не увенчался успехом. Пришлось купить в обычном магазине очень большое такое ведрышко. Или как правильно назвать, даже не знаю. Не совсем это поделал, но пока что можно обойтись этим. А потом уже съездить в большой какой-то кипермаркет и все это купить. Я просто знала два магазина, в которых есть зооотделы. Но, к сожалению, они оба закрыты. Один был открыт, но там мне ничего не понравилось. Поэтому сейчас уже двигаемся домой. Надо зарплату забрать и все, точно домой. Короче, ребят, я уже дома. И сразу подбегает ко мне моя сладость. И кричит, мяу, мяу, возьми меня на руки. Он скучает без меня. Ты скучаешь без меня? Мы взяли тебе лекарство от Блох. Чтоб ты не ходил, Блохастый. Хотя Блох нет, и, честно, я проверяла. И очень странно, что котик бездомный, а у него нет Блох. Ой, сладкий, сладкий, сладкий. Так, давайте сейчас вам покажу все, что я накупила. А купила я много чего. Так, сразу вам буду объяснять. Купила вот такую вот корзину. Буду использовать как лоток. Там были корзины в одном из зоомагазинов. Они были очень низкие. Они были приблизительно вот так вот. А моя знакомая, у которой есть кошка, она сказала, что когда очень низкий лоток, получается, что котенок копает, и вся комната просто в песке. И в наполнителе. К сожалению, наполнитель пока что не нашли. Мне уже дали маршрут, как найти, где найти. Но сегодня не получилось съездить. Я зашла в аптеку и купила вот такие вот пеленки. То есть каждый день буду стелить. Так обходится очень дорого. Но зато гигиенично. Каждый день просто буду менять салфетки. То есть без заморочек. Просто взял вот так вот, засунул сюда. И вот, пожалуйста, писей. Пупсик, иди сюда. Иди сюда. Вот так вот. Писей. Писей, я тебе сказала. Дальше. Что я взяла? Я зашла в магазин с бельем. И, конечно же, взяла себе три вот таких вот бюстгальтера. Мне они безумно понравились. И причем они были на скидках. Я решила взять. Смотрите, какая красота. У меня объем 85. Второй выглядит вот так. Вот тоже очень интересный. Здесь есть такие ремешочки. А где эти ремешочки? А, вот они. Вот, вот, вот. Их можно отстегнуть. Так, минуточку. Минуточку, минуточку. Гляньте, здесь есть вот такой вот ремешок, который вот здесь вот так вот застегивается. Короче, он застегнул, чтобы вам было понятнее. Здесь такой ремешочек смотрится очень красиво. Там даже можно померить в магазине, несмотря на короны и все эти ограничения. В общем, понравились мне бюстгальтеры. Выбор был огромный. Все они стоили без исключения. Вроде как, да. А нет, это дороже стоит. Ошибаюсь, видите. Плиту вам. Этот стоит 7,50. Но мне нравится. Смотрите, какие кружева, как аккуратно все прошито. Слодище, мой сладкий, сладкий. Я скучала по тебе. И третий. Третий это вот такой вот розовенький. Тоже очень яркий. На лето самое то. Хотя сейчас зима. Вот. Единственный момент, который меня здесь не очень устроил. Здесь края не очень хорошо обработаны. Но да ладно, ничего страшного. Вот так вот. Следующее, что я взяла, я взяла для тебя такую вот штуку. Это против блох, клещей и все дела. Но здесь написано, что две плитки по 1 милле. А внутри только одна. То есть меня обманули, видимо. Не охота идти обратно и что-то там предъявлять. Ничего страшного. Все равно к ветеринару. Пойдем тебя там осмотрят. Почелую тебя там. Вот. Поэтому будем использовать одну. И еще я взяла себе носочки. Эти я взяла маме. Они побольше размера. На самом деле белых носочек у нас очень много. А вот обычных таких носить дома нет. Себе я взяла вот такие низкие. Специально под кроссовки. Думаю, что будет нормуль. Блин, я так устала, как будто я, не знаю, кирпичи таскала. Теперь самое сложное. Как вот этого вот хулигана отучить от коробки и приучить к лотку. Весь уже играется, уже ничего не боится. Уже такой борзый стал. Но я все-таки стараюсь его как-то воспитывать, чтобы на стол не залезал. Но все-таки мама говорит, что я очень добрая. Надо быть пожестче. Надо делать замечания. Но я боюсь, что он тогда меня любить не будет. Если я буду ругать, он меня любить не будет. Смотрите, какой красавец. Ты будешь меня любить, если я тебя буду ругать? Скажи честно. А еще, кстати, я взяла из дома корм. Я думала, что по дороге я встречу его мамочку и сестренку. Но, к сожалению, их там не было. Может, их кто-то подобрал. И дай бог, чтобы их кто-то подобрал. Но их на том месте уже не было. Поэтому я корм просто взяла с собой и обратно привезла домой корм. Да, сладость? Да, мой сладкий-сладкий. Съем я тебя, хулигана. Еще подстригла ногти ему, чтобы не хулиганил. Здесь мы пьем чай с мамочкой. С вот таким вот потрясающим тортиком с кокосом. Мамочка приготовила ссылочку. Я вам оставлю. Мама уже со мной ругается, что ты не монтируешь мои видео. Я снимать не буду. Поэтому пьем чай и быстренько за монтаж. Да, мами? Да, мами.